друзья сегодня расскажу про джип гран чироки если бы сюда еще баллон газовый баллон поставить это же мечта рыбака так я вам скажу все огонь и прямо дорогие друзья всем привет ну что пришло время покататься на нашем джипе всю зиму практически он простоял выезжал может пару раз как-то я ждал снег хотел поехать на снегу погонять покататься сейчас мы откроем подсудим аккумулятор и отсоединял аккумулятор чтоб не разряжался но и так по пожарной безопасности тоже сейчас открываем подсоединяем это на зиму я клал эту подстилку потому что когда садишься кожа сразу холодным все равно там сейчас откроем подсоединяем заводим веру практически всю зиму я конечно его еще не трогал просто я у нас очень долго конечно так вот видите минусую клемму вскидываю обычно чтоб не было никаких проблем с электросистемой аккумулятор чтобы не садился зачем он все равно все чтобы все было как положено так все закрутил я немножко двигатель запылился у нас помните да у меня здесь чистота была какая здесь это подогрев форсунок у меня вот этих форсуночек я поговорим как раз и про расход уже все спрашивают какой расход так ну что сейчас конечно первую очередь проверим масла двигатели в коробке сами знаете всю зиму простояла мало ли куда она могла подеваться так что на всякий случай надо всегда проверять масла не ленитесь это сделать сейчас мы проверим какой у нас уровень так уровень у нас отлично все масло есть у нас уровень на месте значит можно заводить всегда перед тем как завести машину лучше проверьте уровень масла двигатели в коробке охлаждающую жидкость но охлаждающую жидкость может и так проверить видите вот болтается значит у нас все есть на и все на месте отлично так аккумулятор у нас тоже здесь нормально ремень на месте тоже ну так визуальный осмотр провели что все было на месте ремень поглядели если не треснут тоже чтобы все потихоньку всегда можно автомобиль надо осматривать понимаете так а какие бензиновые тут идут бензиновые 4 литра у нас 4 литровый там 190 лошадей что ли потом 47 233 лошади ну там чуть чуть больше меньше и потом 47 258 256 лошадей ну там уже налог конечно уже больше 40 тысяч идет у нас год так что вот этот как у меня здесь 233 лошади еще налог там 16 тысяч выходит в год как бы еще терпимо да так так скажем ну чё заводим я посмотрим как он она заведется завелся без проблем простоял у меня долго конечно все все отлично это здесь меня масла ты это показывал как в коробку и заливал масло видите такое приспособу я сделал то у меня видео есть пойдемте послушаем как мотор там шепчет у нас да и два мотора два типа мотора дизельных это 2 и 7 у нас и 313 12 и 7 дизельные это идут у нас диск дизельные мерседесовский ну немецкие моторы так 31 идет это у нас там с катера какой-то тоже какой-то лодки так видите как четко работает только что завелся я простоял весь очень долго конечно уже давно на нем не ездил давно не ездил потому что по городу перемещаясь вот на маленькой такие но я джи покупал для того чтобы это для того чтобы для активного отдыха так сказать для вы для выезда на природу и так зимой поездить там еще где-то для для души так скажем такие рабочие лошадка так гоняет каждый день езжу на ней так что вот так отличный аппарат прямо мне очень нравится конечно смотрите работает прямо часики даже не колышек колышнется прямо сказка надо конечно потереть сейчас я все это наведу порядок все будет здесь огонь так спрячем это все закрываем погнали я но сегодня поговорим немножко про машину про расход от чего зависит расход и так далее следующей программе я хочу рассказать уже как выбрать машину на что смотреть обратить внимание какие плюсы и какие минусы в этой машине конечно потому что каждому же не как вы знаете и свои плюсы и минусы так что а сегодня просто поговорим про джип хороший джип сегодня я расскажу про джип гран чироки модельный ряд 1999 год 2004 но эта модель является 2001 года мотор 4 7 здесь 233 лошади в 8 очень тяговитый мотор мощный хороший также здесь коробка квадро драйв блокировки идут мостах сама блоки в заднем переднем мосту так ну я немножко отклонился темы сейчас я расскажу вот видите здесь написано квадро да прямо на коробке видите табличка все раздатка никакая не электронная как положено включил выключил все отлично это блокировка пониженная и все четыре включаются ну блокирует межосевая блокировка по городу у меня расход выходит где-то от 17 5 17 5 и выше до 22 22 даже было и 23 но это когда такая агрессивная хорошая езда неспокойно я так скажу пробки и все такое прочее а если спокойно нормально то конечно то будет это в районе 17 17 5 где-то так по городу сейчас я вам открою капот покажу двигатель ну и конечно если еще в лесу по болоту по лужам ездить конечно уже лучше выводить сапуны уже наверх шлангочки чтобы сапуны были уже вверху чтобы в мосты не заходила вода ну не попадала внутрь вода потому что там потом будет эмульсия и все такое подобное давайте я вам покажу двигатель какой здесь стоит у меня следующей программе я вам покажу как купить на что обратить внимание и так далее где находятся номера раму за вообще рамы здесь нет здесь кузов интегрированный где находятся таблички все номера где как обратить внимание чтобы вы не не попались на удочку мошенников потому что такие бывают я сам попадал что я также занимаюсь автоподбором перегон автомобиля и конечно попадаются разные люди с разными уловками так скажем это я вам все расскажу попозже следующий программе вернее так двигатель здесь установлен V8 4.7 литра отличный мотор это считается двигатель самый надежный в этой линейке все-таки джип продумали очень хорошо конечно я говорю и в плане то что проходимость у него хорошая и в плане что двигатель смотрите генератор и все вот эти прибамбасы они вверху стоят на некоторых автомобилях генератор и это компрессор кондиционера на некоторых на многих моделях стоят внизу даже на паркетниках на некоторых джипах тоже внизу здесь всем хорошо вся эта приблуда так скажем стоит вверху то есть когда вы заплывете по фары воду зайдете у вас генератор здесь не замкнет вода не попадет ничто ничего здесь с ними не случится также установлен высоко здесь воздухозабор расход двигателя еще очень зависит от я скажу от комплектации конечно от коробки от двигателя и от колес так начнем с колес здесь колеса родные где-то стоят 17 2 45 до 65 это завод заводские как бы самые большие колеса по заводским параметрам должен стоять но люди ставят более большие колеса уже для проходимости там ну сами уже строят большие проекты для внедорожья да так скажем ну и конечно там уже расход увеличивается в нем уже немаленький расход становится вот видео длинно это много раз ну много раз разговариваешь там рассказываешь можно за пять минут все это рассказать я вам скажу что про этот автомобиль легендарный так скажем джип конечно можно вообще много чего рассказывать потому что эта машина очень интересная хорошая удобная у меня было все много всяких разных автомобилей но про этот автомобиль можно рассказывать очень долго и много потому что машина на самом деле пусть и старенькая очень себя за кроме до зарекомендовала очень хорошо эта модель идет без рама это джип безрамный кузов идет интегрированную не очень большой ход подвески что очень хорошо на диагоналке когда идет одно колесо увешивается другую сторону другую здесь очень большая большой ход это и проходимость у него вообще я вам скажу колоссальная даже на штатных колесах на штатной резине сам ездил по лесу испытывал его везде старенькие видео вам покажу конечно скоро будет и новое видео сейчас поедем в лес тоже покатаемся и посмотрим его проходим и закроем капот и перейдем в салон посмотрим немножко салончик колеса диски это я сам красил кстати уже прошло не знаю два или три года третий год точно я уже не помню но очень давно красил смотрите краска какая тоже лично не облазить ничего не шелушиться что мне писали там облезет все обшелушиться там все отчет ну давайте разложим вместе с вами салон сейчас видите у меня есть куртка жилетка тоже смотрите как удобно здесь сделано есть чик ручка и его сейчас подголовники откинуться смотрите как все подголовники ушли и вот так вот раскладывается а надо поднять поднимаем сидушку сначала ждет заторопился сидушку подняли потом уже опускаем сиденье вот так видите все смотрите подголовники это даже как можно и подушечки до использовать вместо подушек будет вот так это убирается то ну вот видите сейчас мы разложили одну сторону сейчас разложим другую сторону сиденье и также приподнимаем здесь у меня кстати лежит не что такая здесь у меня масло надолевку двигатель ключи ролики запасные кстати у меня здесь лежат ремень запасной у меня лежит так же само потому что езжу в лес в такую гул что нету ни связи ничего подшипник на половой слежит веревка трос у меня видите всем подшипники у меня здесь ролики всякие в это для ремня отвертка самой собой здесь всякие сальники тоже памятник по мелочевке что у меня немножко я укомплектован я езжу в леса на рыбалку и там помощи нет уже где-то самое необходимое ролики и ремень и подшипник на полосе потому что у меня было такое что подшипник накрылся задней полосе и не было где взять так ну ладно отвлеклись здесь также на смотрите вот видите и спинка откидывается и все салон превращаются у нас салон превращается у нас спальное место и вот мне чем удобно я вот когда приезжаю на рыбалку расстилаю и здесь сплю это же мечта рыбака так я вам скажу я сюда и лодку снасть все складываю дома на рыбалку приезжаю все выбрасываю и можно заладить крыша здесь крыша еще видите тоже крышка удобно все удобно так скажу конечно все удобно отлично здесь для дисков у нас тоже видите все диски чейнджер так назовем чейнджер здесь зарядка здесь же это разве не красота смотрите это просто место здесь вдвоем можно вот так спать спокойно вот я бы живот на подушке угряду можете как одеяло куртку использовать открыл дверь и закрыл дверь отдыхаем все огонь прям вот эта машина понимаете разложил отдыхнул блин все что хоть и хотите можно делать полежать поспать видите как это получается все отлично хорошо вот я вам опять долго потом скажут опять долго ты нам рассказываешь про этом про все может был за пять минут управиться ребята вот кто знает эту машину или кто хочет конечно я говорю я про эту машину можно рассказывать очень долго очень много чего смотрите у меня все оригинальное все оригинальное здесь понимаете магнитола все еще кассетная никаких переделок ничем не здесь нет такого все оригинал конечно хотел еще поставить так капот у меня там открыт видите колеса большие хотел переделать есть плана такие конечно меня но посмотрим посмотрим как это все будет выглядеть так мы еще вам расскажу конечно потом как купить как выбрать на что обратить внимание где находится номера рамы и все такого двигателя здесь без номерной сразу говорю вам так что но номера кузова не рама кузова здесь много где находится это будет отдельное видео покажу ну что полежали немного побалдели пойдемте дальше смотреть рассматривать автомобиль вот американцы у них все очень они вот сюда мелочи при продумают понимаете сюда мелочи у них все продумано смотрите здесь чтобы чтобы пыль и грязь сюда не заходила вот эти механизмы смотрите у них все закрыто все закрыты представляете здесь тоже сейчас я вам подниму покажу смотрите щеточки даже стоят где у меня подголовники откидываются да видите смотрите здесь стоят щетки скид специальность чтоб сюда не попадала грязь пыли все такое подобное представляете вот как у них все насколько все продумано это называть старая машина у меня обставляйте все сидений как новенький все прямо игру поражать всему вот этому качественно качественно качество конечно у них на высоте вам скажу очень качественно все сделано выполнено не знаю это кожа или кожзам кто как говорит но и хоть и кожзам или хоть кожа но очень читайте 2001 года вы считаете смотрите все оригинальное все оригинальное вставляете вот вот сиденье тоже не порвота не помята ничего я не знаю я считаю что такое наверное все по-разному сколько людей столько мнений вы же сами понимаете иди еще что есть такое есть чтобы ремень не болтался вот так представляете у них видите вот такая штучка сюда клейка такая как на кроссовку знаете этого самоклейка чик чтобы ремень не болтался представляете да какой мелочи вот это вот все продумать же надо смотрите чик вообще просто все супер все продумано по высоте регулируется ремень вверх вниз все подогрев бокового стекла идет смотрите видите тоже все с подогревами справа слева так здесь что у нас здесь у нас идет кармашек но такое сетка здесь обниматели лежит у меня на всякий случай здесь сетка обычная какая-то там то есть вот так все это выглядит конечно здесь находится запаска сейчас я вытащу вам все это покажу запаску так вот видите поднимается ниша вот так и вот она запаска откручится поднимается вон там там домкрат где запаска всю веревка у меня там тоже мы здесь прикручена запаска видите как все продумано там домкрат я вам показывал под запаской вот здесь это ключ баллоник колеса откручивать усилитель музыки потом это домкрат поднимать опускать тоже всякие удлинители разные это все заводское все оригинальность придумано усилитель для музыки тоже оригинально здесь все оригинального даже инструкция смотрите на сиденье видите написано все это для ключ для колеса для этого ну все все сделано очень а здесь я уже показывал всякие разные там инструмент и кое-какие запчасти с собой подшипники ремни и все такое ролики здесь же еще смотрите еще для двух подстаканников все сзади гляньте как все продумано все потом кармашек вот такой идет даже что-то там есть к этой бумажках музыку все сиденье смотрите все аккуратненькие потолок тоже на видео может так не передастся конечно на камеру сумме камера такая дешевенькая ну ладно чё поделаешь датчики все возможные еще стоят видите на потолке это климат-контроль тоже все там воздух еще и все какая такая фигня короче да еще многие ну спрашивают почему не поставишь газ понимаете вот смотрите сейчас вот я раскладываю ровный пол у меня да но если я поставлю баллон с газом вот здесь стоит баллон газа устанавливается представляете вот и будет установлен баллон с газом прям поселение багажника вот поперек он и потом я здесь у меня есть и лодка и снасти кто мне не смогу ничего положить не лодку не снасти и не смогу потом спать нём раскладывать что были ровные ровный пол у меня ровное сиденье понимать в чем дело то ну или еще устанавливают бак газовый баллон вот сюда где запаска находится но опять же а запаску куда если вы едете дальний путь в леса там еще куда-то понимаете если вы покупаете такую машину такой автомобиль и конечно вы же должны понимать что конечно он кушает немножко бензин по сравнению так если легковая там пузырка кушать 7-8 литров до здесь 17 ну по трассе конечно здесь по трассе будет где-то 10 и 5 11 5 12 12 13 до 13 литров так скажем от 10 до 13 литров по трассе он у меня расход идет двери видите тоже отделка все здесь поделим все это вставка все заводское все оригинальное вот низ дверей обычного гниет низ дверей вот здесь всегда вот ржавчина вот если будете смотреть автомобили смотрите всегда вот здесь эту ржавчину здесь это у них болезни у всех они у всех у меня видите все заводское еще так сейчас мы посмотрим передние двери тоже вот видите передние двери тоже вот смотрите как он вообще даже намека нет на ржавчину здесь все отлично обычно вы здесь низ дверей это все постоянно весь гниет и ржавчина но у многих не знаю но вот я который смотрел машины когда я выбирал себе так и были здесь с ржавыми дырявыми гнилыми а здесь все заводское так также и пороги здесь видите пластиковая накладка когда будете выбирать встретите аккуратно потому что под этой пластиковой накладкой могут быть может быть гнилье и ржавчина у меня там все обработано все замазано то что у меня там ничего никогда не сгниет кузов здесь очень крепкий очень хороший и надежный видите заводские таблички тоже все полностью отлично я могу про машину очень много долго рассказывать что этот для знаете ценителей таких автомобилей кожа тоже смотрите какая вообще просто игру это автомобиль заслуживают отдельного внимания коврики здесь оригинальные видите тоже джип чего электро все электро сиденья полностью вперед назад бог вниз как как только здесь и так и потом еще а это еще поясница а здесь я поясница вот поясница да вот кнопочка еще поясница смотрите вот здесь отъезжает наиза вот выезжает вот отъезжает видите как я говорю просто автомобиль конечно тут для старого автомобиля конечно это вообще коробка квадро драйв здесь одним движением руки я их просто не закрепил здесь и пошел тетка как аккуратно все огонь прямо просто красота поехали дальше собираем сиденья приподняли сиденья чуть-чуть подголовники обратно и что самое удобно не на не думаешь куда положить подголовники чтобы ну где-то они не мешались или еще что-то да чик чик и все подголовники превращается в подушки молодцы блин так что вот такой вот автомобильчик как я могу за пять минут все рассказать правильно же такие всякие маленькие ништячки вот здесь сеточка вот здесь чтобы ремень не болтался представляете вот здесь вот это вот тоже все все закрепляется вот так ё-моё как можно за пять минут все это рассказать вот видите сюда вот так ремень его здесь вот он вот так крепится он не болтался вот видите как должно быть еще на самоклейку там чик и все все поднимаем смотрите пространство все четко все огонь пойдемте ту сторону сейчас поднимем тоже хотите давайте отсюда поднимем прямо куда нам идти все так же берем одним движением руки так ремень забираем чтоб там не мешал чик и все здесь также сама смотрите видите липкая такая также ремень туда вот так и все здесь у меня инструмент ремень и все такое да ну вот видите у меня здесь такое менее менее инструментальный ящич и на такое ниша был думан грех что-то не положить сюда правильно же и более важно я дальнобойщик механик автослесарь все могу сделать своими руками везде в любом месте чтобы нам у нас не случилось ну вот и сложили мы быстро и удобно правильно все шикарные прекрасный диван можно сесть и посидеть тоже не знаю как кому я говорю сколько людей столько мнений то здесь так давайте пойдемте дальше здесь тоже все сложил это у меня блина домой отвезти так здесь тоже подогрев стекла у нас заднего идет видите такие штучки потому что назад здесь стекло открывается тоже все щетка здесь немножко вмятина тоже будем выравнивать все выровняем это сейчас будет теплом будем все делать еще удобно кнопочка здесь видите вот кнопочка нажал подсветка здесь как нажал и открывается задняя форточка окошечко так да все удобно хорошо прекрасно амортизаторы эти держат все работает тоже все открыли закрыли открыли закрыли закрыли ну ладно не будем баловаться вот такой автомобильчик да прекрасный так ну пойдем ядок теперь к водительскому же смотрите кнопки здесь куча кнопок здесь это память сиденья идет первая память например два водителя это ваша память но она там друга жены там еще кто-то у 2 водителя так назовем да все вот память как запоминать сначала вы установили сиденье на какое вам нужно положение нажимаете сет и один например двойка сет и двойку например и все например так здесь у нас что идет это у нас подъем опускание стекол стекла правая левая правая эти задние идут левая задняя правая задняя это закрывается все четыре двери блокируется вот так эта кнопка блокирует окна чтобы не открывались окна можете только открыть потом только водительскую все эти будут блокированы так это у нас регулировка зеркал идет вот это кстати посередине посередине кнопочка если ее нажать складывается зеркала правая левая зеркала складывается это складывать зеркал посередине это регулировка нажимаете на л левая право влево вверх вниз регулируется правая регулируется тоже вверх-вниз, куда хотите как хотите, посередине чик чтобы нечаянно не нажать на какую-нибудь клавишу, кнопочку и чтобы самопроизвольно не нарушить вашу регулировку хотя вы, если даже нарушите вы потом можете нажать на свой, ну какая у вас там, один и все, у вас все отрегулируется зеркала, сидения встанут на вашу всю регулировку так, свет это у нас фары характеровка фар вверх-вверх выше-ниже идет, видите все тоже работает, регулировка руля также идет то есть нажали, руль можно выше-ниже, тоже вот так регулируется по плоскости, аварийная кнопка находится здесь у нас все как положено свет там все это так, видите, вам подались какая приборная приборка тоже беленькая все отлично я уже говорил, что у меня здесь оригинальная музыка ничего я не переделал кассеты музыка все огонь так, сейчас включим зажигание потому что без зажигания не работает включаем зажигание сейчас, сейчас включил вот видите кассеты, кстати, работают у меня все оригинально все работает, и диски работают, и кассеты но не будем включать музыку потому что сейчас нас там заблокирует опять youtube блокирует когда музыка там, еще что-то там так что вот так зеркало у нас идет также зеркало у нас идет с автозатемнением когда у вас, например, ночью эти светит, слепит знаете, с задними фарами слепят глаза нажимать автозатемнение авто, и то есть на самом же регулирует здесь все и все нормально у вас панель здесь мягенькая, прекрасная, хорошая здесь датчик всякий раз находится пищалки, колонки здесь то есть музыка такая серьезная вам скажу сзади находятся пищалки вот здесь по бокам потом колонки в дверях находятся в передних в задних дверях и еще в багажнике колонки находятся здесь колонки, везде их полно здесь так смотрите, зачем это нужно такая штучка, видите выдвигается, когда солнце чтобы у вас тоже самое здесь не было просвета и еще самое, что здесь представляете короче, что регулируется яркость света смотрите, вот клавиша такая больше и меньше, больше и меньше представляете вот так вот офигеть, да? все, всякая мелочь, продумано все, все продумано все закрывается так же это убирает, закрывается здесь компьютеры, здесь показывается расход, здесь все регулируется все, вот меню все функции здесь регулируется в этом компьютере, в этом месте здесь свет загорается у меня светодиодные лампочки везде вставил очень хорошо светят ночью и экономит энергию все здесь, все то же самое вот, видите регулируется свет зеркало все, я говорю все, все продумано бардачок у них такое тоже бардачок небольшой это у меня клей здесь такое все, изолента все так по мелочи я ж механик, все у меня должно быть с собой так, у нас все, пепельница здесь я не курю, она у меня чистая так, что здесь все в ажуре и тот хозяин тоже не курил один хозяин у этой машины был я второй хозяин так, подогрев сидений перекуриватель а вот розетка здесь открывается и розетка вот сюда видите, смотрите, как удобно все закрыто, все продумано так, здесь стоит климат-контроль регулировки всякие где-то больше и меньше ну и все все, что ж все как положено отлично мне очень нравится в автомобиле-коне сейчас я уже повторялся и опять скажу я, блин пять минут можно было рассказать все да нельзя про эту машину за пять минут все рассказать так, коробка я еще не рассказал про коробку здесь коробка простая и надежная да, кстати там еще говорят есть с передним отключающим мостом это на 4-х литровых идет который отключается передний мост здесь на 4,7 они в основном все идет идут полный постоянно полный привод редко может где-то есть но в основном идут постоянно полный привод квадродрайв здесь все как положено пятиступка здесь идет то есть по трассе я когда еду у меня при 100 км в час показывает где-то 1700 оборотов где-то 1600 получается при 100 км в час конечно, что экономит очень топливо и он едет без напряга ну конечно такой двигатель хороший, мощный все отлично вот такой вот салончик еще раз вам покажу ну и конечно же вы покупаете такой автомобиль для каких-то своих целей выезд на природу на рыбалку и для активного отдыха правильно же чтобы что очень удобно а у меня там аварийный знак тоже сетка там с всякой фигней короче вот так но у меня здесь бардак немножко так что вы извиняйте и это и еще будем делать порядок я буду здесь наводить приводить порядок все вычищать тоже потому что всю зиму он у меня стоял я на нем не выезжал всю зиму понимаете в чем дело и надо его привести в порядок ну вы сами видели когда первый обзор делал у меня все здесь блестело все черненькое было все вообще огонь был так что это если вам будет интересно вы пишите конечно ему и вместе ну что вы хотите посмотреть чтобы вместе сделать порядок ну я конечно сниму один ну сниму и вам покажу как я все это делаю как я вычищаю вымываю все драю смазываю будет подготовка будет такая подготовка у нас после зимнего периода подготовка к сезону потому что простояло у меня почти всю зиму снега не было ездить некуда было хотел поехать по снегу покататься но зимы у нас особой и не было понимаете в чем дело так что вот ладно друзья кому понравилось видео конечно ставьте класс подписывайтесь на канал пишите комментарии что вы хотели еще узнать что увидеть может что-то могу рассказать или помочь могу в выборе автомобиля пригнать купить или еще такое подобное так как я сами знаете занимаюсь всеми этими делами перегонами подборами мне это интересно и еще так кому-нибудь можете помогу хотя уже многим людям помог в этом деле никто пока не жаловался вот такой вот красавец ладно про эту машину еще много и много можно вам рассказывать я также хочу сделать обзор снизу показать как она выглядит пока еще расскажу как купить на что обратить внимание какие документы где какие плюсы и минусы в этом автомобиле ну все я начал про расход закончила обзором автомобилев ладно ну потому что хочется все-все рассказать показать кому интересно потому что мне саму очень интересный этот автомобиль мне он просто нравится так что и цвет видите тоже везде подогрев все это рейлинги стоят тоже видите и крыша тоже крышу он мне показал да да вороны здесь е-мое ходили гады насрали мне вот так все это выглядит тоже все четко все отлично резина видите у меня такая тоже пока еще а это я такую взял уже бушную зимнюю это я налито одел это у меня такая летняя я аж по лесу езжу полю по лесам там по рыбалкам то что думаю для может плоскогубцев просто шипы повытаскивать и отличная летняя резина летом налито у меня летний ой зимний кстати у меня сколько зимний два комплекта зимней резины еще есть один комплект летний а даже уже два комплекта летний короче получается четыре комплекта резины только у меня на этот автомобиль представляете так что с резиной конечно все нормально да ну коробка автомат автомат здесь хороший раздатка тоже простая хорошая и надежная так что все отлично да еще почему я хотел сделать более короткое имя название канала да например механик 178 ну например я просто хотел сделать наклеечку еще я там делаю ребята машины вот так наклейку квадратную или круглую как-то сделать да там например механик 178 да например было бы и ну куда-нибудь приклеил например такая небольшая что было и так какой-нибудь логотип какой-нибудь придумать такой интересный если у вас есть у кого-то идеи конечно я с удовольствием рассмотрю ваши ваши может у вас более интереснее что-то будет конечно название но я хотел одноименное название например да вот там например как я говорил там например да механик например 178 лучше я в санкт-петербурге нахожусь как бы регион или еще чего-нибудь может механик x там еще какой-нибудь там то и узнает так что было бы конечно тоже интересно узнать ваше мнение ну и многим ребятами еще делаю автомобили что знаете я работаю в автосервисе и там еще так бывают приезжают подписчики тоже чик потому что говорят в автосервисах плохо делать а я бы я сделаю надежным что я как и сам дальнобойщик и было бы проверено в василищем и наклеечка механик 178 было бы думаю интересно кого какие идеи тоже пишите интересные или нет вам как бы хотели бы чтобы у вас была такая наклейка от механика который вам проверил и сделал автомобиль так что мне будет конечно интересно ваше мнение пишите погнали чуть-чуть на газ нажимаешь я-то еще здесь даже боюсь до полика нажать не нажимаю никогда вот до конца госпит ну газ и нажимали к всегда чуть-чуть нажимаю поверьте здесь только хватает в нем дури он метет очень хорошо коробка работает на отлично переключает мягко плавно плавный ход коробки все прямо просто изумительно да идет бензин я тоже пустой бак не держу никогда стараюсь чтобы там везите давно это ремень у меня горит я не присягнулся этот airbag горит надо здесь поменять как я эту улитку так что нормально зеркала все видите тоже отлично работают как интересно не холодным на мотоцикле сходите вылезли 35 регион еще его и ты ишь старенький коляской до серьезно это у них там сейчас как поедет начат коптить там походу он уже подымливает сейчас наверно точно пойдет дымяра там погнали